Теперь, что касается сдачи экзамена на мотоцикле. На мотоцикле экзамен сдается тут же, как у меня было. Когда я сдал экзамен на автомобиле, я сразу же спросил у инспектора в окошке на втором этаже, могу ли я пересдать на экзамен на мотоцикле. Он сказал, да, без проблем, можно заполнить заявление, выбираете тип мотоцикла, например, кубатуру и механик или автомат. Это все нужно выбрать и после этого выбрать день сдачи. Там тоже всего два дня в неделю, в которые можно сдавать. Тем самым вам придется выбирать, когда лучше приехать. Если вы учитесь или работаете, то взять выходной. Короче, что я могу сказать про этот центр? Сдача экзамена здесь достаточно простая, если знать как. Но лично я сдавал экзамен на автомобиле и сдал его с первого раза. Но этот экзамен сдать просто, если вы знаете как. Если же вы не знаете как, то тогда этот экзамен уже сдать будет не так просто. Некоторые люди при мне сдавали уже шестой раз и не понимали, почему они не могут сдать. А в японских экзаменах там очень много мелочей и инспектор цепляется к любой мелочи. Поэтому будьте аккуратны. Каждая пересдача стоит, кстати, денежку. Примерно 2000 на автомобиль и 4500 на мотоцикл. Поэтому если вы будете сдавать, учтите, что вам понадобятся деньги на каждую пересдачу. Теперь что касается мотоцикла. Вот я выбрал себе безлимитную механическую коробку и приехал сюда на сдачу. Сдача экзамена на мотоцикле достаточно сложная. Но можно сказать, что один из самых сложных экзаменов это вот как раз тут на мотоцикле. Приезжаешь, человек 50 с тобой сдают в один день. И они все сдают вот на этом треке. Я до этого уже показывал в видео, как люди на нем сдают. Тут очень много разных препятствий, очень много разных упражнений. И этот трек немного изменили, кстати. Раньше здесь был объезд препятствий, сейчас его нет. Но это ладно. Есть один небольшой лайфхак. Если у вас есть друг или знакомый, или подруга, у кого есть мотоцикл, вы можете приехать на этот трек, позаниматься, потренироваться. Насколько я помню, он в субботу или в воскресенье открыт. За денежку, конечно. Вы платите денежку, приезжаете сюда с другом или с подругой, с его мотоциклом и тренируетесь. В аренду они мотоциклы не дают для тренировок. Поэтому нужно иметь у друзей свой или маленький, или же у друзей спросить, чтобы они помогли. Когда вы потренировались, вот вы приехали сюда сдавать, все находятся вот в том здании, на первом этаже. Там заполняются документы на сдачу. И выходите, ждете там. Инспектор должен там подойти и показать, на каком мотоцикле вы будете сдавать. Вы одеваете защиту, одеваете свой шлем. Обязательно со своим шлемом надо приходить. Никто в аренду сдавать шлем вам не будет. И сдаете здесь. Вообще, в японских экзаменах, когда переэкзаменовка идет в этом центре, у них сдать экзамен не так просто. И в Японии они даже специально оставляют людей надолго, чтобы побольше поздавали. Где-то минимум три раза на переэкзаменовку отправляют. Ну, могут и больше. Лично я сдал где-то с седьмого раза. Могу так сказать, что если будет в этот день какая-то плохая погода, сильный ветер или, может быть, гололед или дождь, экзамен не отменяют. И никаких поблажек вам не будет. Нормативы все те же. Поэтому смотрите на погоду перед тем, как выбирать день, чтобы не попасть в такую ситуацию. Я вот попал один раз в ситуацию, когда был сильный ветер. Там даже шлема. Вот если отсюда видно, там столы стоят около белых столбов. Там, где инспекторы заполняют бумаги. И они оставили там свои шлемы в этот день. Сильный ветер был. И эти шлемы ветром сдуло. И катало вот прям по этому треку. Выглядело, конечно, забавно, когда инспекторы бегали, эти шлемы ловили. Но при этом это выглядело незабавно, когда ты сдаешь экзамен в такой ветер. Практически все не смогли пройти этот мост. Вот этот там мостик и понбаши. Это очень сложное упражнение. Во время сильного ветра сдать его очень сложно. Итак, вот вы сдали экзамен на этом треке. Вы получили бумагу с этого центра переэкзаменовки, что вы сдали. Но на этом и не заканчивается ваша пересдача. Вы с этими бумагами и ищете себе мотошколу, в которой вы будете пересдавать еще один экзамен. А именно там теоретический экзамен и практический экзамен. Я выбрал школу Каяма, недалеко от Тамагавы. Но вы можете выбрать любую другую школу. Сдавать там было достаточно легко, как по мне. А, и самое важное, чтобы у вас был хороший японский. Если вы придете пересдавать уже в другую мотошколу после вот этого центра переэкзаменовки, вам нужен хороший японский, чтобы понимать, что у вас спрашивают. Там, в этой мотошколе, было три экзамена в итоге. Первый экзамен – это на тренажере. Когда вы садитесь на тренажер и едете по дороге, вы должны проехать определенный трек. После этого трека, значит, вас инспектор спрашивает, какие были опасные ситуации, как эти ситуации можно избежать, что сделать в этой или в этой ситуации. И он уже начинает уже с вами устный экзамен. После этого экзамена, если вы прошли его, далее вы идете вниз, берете свой шлем, садитесь на мотоцикл и начинаете сдавать экзамен на мотоцикле по треку, по ихнему. Очень важно, чтобы при этом вы были готовы к этому, потому что экзамен непростой. В общем, инспектор будет пытаться вынудить вас нарушить правила дорожного движения. Сначала он скажет, чтобы вы следовали за ним. Он будет всячески пытаться нарушать правила дорожного движения. Приезжать на желтый, останавливаться резко где-то, где-то наоборот резко ускоряться, превышая скорость. Но вы при этом должны ехать нормально, соблюдая все правила. После этого экзамена, если вы его сдали и вы прошли, вы идете, оплачиваете также пошлину и все вот эти экзамены в этой мотошколе в кассу. А это примерно где-то 12 или 15 тысяч, насколько я помню, было. Экзаменатор в этой мотошколе выдает уже вам бумагу о том, что вы прошли экзамен успешно. И с этой бумагой нужно идти опять вот сюда, в этот центр переэкзаменовки Фучу на второй этаж. На второй или на третий, я точно не помню, там в окошко регистрации. Отдаете все эти бумаги и уже с этими бумагами инспектора, когда ознакомятся, они вам выдают ваши права. И права уже будут синего цвета, потому что, когда вы сдаете минимум на два транспортных средства, экзамены в Японии, уже вам выдаются синие права. Это уже как бы профессиональные права. Есть еще права желтые, такие золотые якобы называются. Это права людей, кто вообще не нарушает, либо людей, которые вообще не ездят на машине. То есть вот у них они есть, дома лежат, они ходят, их обновляют. И если никаких нарушений не было в течение пяти лет, сначала на пять лет синие выдают, а потом, если в течение пяти лет нарушений не было, то выдают желтые, но эти золотые. На пять лет там идут привилегии, там больше поинтов, ну и все такое. Ну это вот вкратце. Это что касается переэкзаменовки в этом центре. Ну вот и все, что я сегодня хотел вам рассказать. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, но также пишите комментарии, что бы вы еще хотели услышать или увидеть про Японию. Мне будет интересно показать это для вас. Ну а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.